Полгода в пути и почти 6 тысяч километров на лошадях и галерах. Путешествие Екатерины II в 1787 году из Петербурга в Крым и обратно было беспрецедентным по размаху. Путь императрицы показывает выставка Смоленского музея, которую привезли в Ульяновск. Необычная экспозиция посвящена крепостям эпохи 18 века и построенным ранее. Все они стали точками длительного маршрута главы государства российского. Вояж был организован, чтобы проверить состояние дел в провинциях и на новых территориях. Всего 5,5 тысяч верст, из которых почти 500 по воде. Как известно, она практически пересекла территорию всей страны и видела очень разные крепости. Крепости древние, как это было в Крыму, или новые, как это было, к примеру, в Херсоне. Соответственно, разнообразие крепостей невероятно велико, и мы музейными средствами решили об этом разнообразии очень интересно рассказать. Мы представили серию из 10 плоскостных макетов, которые можно трогать, для того, чтобы понять, насколько уникально было фортификационное наследие нашей страны. Большинство из крепостей, которые представлены в виде макетов, сохранились по сей день, и в путешествии по нашей стране сегодня их можно увидеть. В современности преодолеть такой путь в сотни раз быстрее и проще. Большинство из архитектурных ансамблей доступно для туристов. Но, а чтобы впечатлиться масштабом за час, достаточно всего лишь посетить экспозицию в музее Симберской классической гимназии на Спасской-18. Мы узнали про крепости в Смоленске, в Москве, в Санкт-Петербурге, как они были построены, для чего, и как их посещала императрица Екатерина II. Это прекрасное времяпрепровождение, которое также может принести свою пользу. Выставка уже побывала в Смоленское и других областях, в двух столицах России, в Татарстане, а после Ульяновска уже в июне отправится в Беларусь.